Добрый вечер! С информационной картиной дня вас познакомят корреспонденты ОРТ Планета в студии Оксана Боричева. Коротко о некоторых темах выпуска. Рабочий визит на восток области. Глава региона посетил ряд социально значимых объектов. Какие замечания прозвучали от губернатора? Оренбуржье под ударом стихии. Ураган срывал крыши со школ и детских садов, рвал линии электропередач. Можно ли было избежать таких разрушений? И какой сюрприз приготовила погода на ближайшие дни? Чтобы мечты стали реальностью, как не попасться на удочку мошенников и на что стоит обращать внимание при выборе застройщика. Оренбуржье оказалось под ударом стихии. От урагана пострадали шесть районов области. Непогода разбушевалась. Накануне вечером шквалистый ветер срывал крыши с домов, школ и детских садов, обрывал линии электропередач. Погибших нет, но есть пострадавшие. Мужчину ударило током, сейчас он в реанимации. Под удар стихии попали Бугрусланский, Илекский, Первомайский, Ташлинский и Тотские районы. Разрушения есть и в Сорочинском городском округе. Сейчас там объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Как в себя приходит после ненастья? Репортаж Александра Звежкова. Ураган в Романовке бушевал всего 10 минут, но этого хватило, чтобы оставить без крыши местный клуб. Ее снесло прямо на сельскую столовую. Пострадали несколько десятков домовладений, детский сад и ферма. К счастью, люди под удар стихии не попали. Сейчас в Романовке полным ходом идут восстановительные работы. Непогода налетела на Романовку и окрестные села внезапно. К счастью, все произошло вечером, и в социальных учреждениях, пострадавших от урагана, в это время не было людей. На несколько часов Романовка осталась без света. Частично деревья повырывало, столбы электролинии вырвало, четыре столба. Также нарушены 12 домов покрытия шифером, жестью на домах в селе Романовке. Четыре дома в Первом Михайловке, садик в Первом Михайловке раскрыло. И в Федоровке у нас раскрыло частично спортзал. Сейчас полностью восстановлено электроснабжение кровли детского сада. Местный фермер выделил людей для восстановительных работ. Помощь была оказана и всем местным жителям, кто за ней обратился в администрацию. Но большинство все же обошлось своими силами. Шифер, естественно, снялся. На доме или где-то? И на доме, и вот на кормовик, и на сарае. Сегодня сыновья приедут, будут делать. И вон баню, три шифера, вон и у сарая. Хорошо, папа. От удара стихии пострадали и соседние села. В Федоровке без крыш остался спортзал. В устранении таких масштабных разрушений без помощи областного правительства не обойтись. Сельские бюджеты не потянут. Создана комиссия для того, чтобы оценить истинное количество ущерба. Кроме того, работает районная комиссия, которая вместе с комиссией социальной защиты проходит по дворам. И где ведется оценка, какие ущербы нанесены в каждом подворье. Закончить восстановительные работы планируется в ближайшие дни. Александр Звежков, Виктор Яковлев. Новости дня. В ОВД области сообщили, кто стоит за поджогом гагаринской ледки. Выяснилось, что костер в историческом здании развели двое детей. 11 и 12 лет брат с сестрой замерзли и таким образом решили согреться. Напомним, пожар произошел в ночь с 3 на 4 мая. С огнем боролись 80 человек и более 30 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали людей из соседних домов. Было спасено около 120 человек. Кровля, а также все конструкции в историческом здании деревянные. Поэтому огонь быстро распространился и на крышу. Только к утру в МЧС заявили о ликвидации открытого горения. В результате пострадало 30 квартир. Три из них нуждаются в капитальном ремонте. По сообщению пресс-службы ОМВД области, им удалось установить лиц, причастных к пожару, это два ребенка. В здании ледки они проникли в вечернее время. Из обоев и бытового мусора они зажгли два костра. Уходя, дети забросали пламя кирпичами, но это оказалось недостаточным. И впоследствии на месте разгорелся сильный пожар. С октября 2015 года законный представитель подростков состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Дважды была привлечена к административной ответственности. В связи с выявленными нарушениями обязанности по воспитанию детей, отсутствия надлежащего контроля и надзора за детьми, в отношении родительницы составлен протокол об административном правонарушении. Женщину оштрафовали. Закончится ли на этом денежное наказание для нее, пока непонятно. Комиссия подсчитывает общий ущерб от пожара. По ее результатам владение здания может подать суд на опеку на детей, которые развели костер в здании Гагаринской ледки. К официальной хронике губернатор Юрий Берг работал на востоке области. Глава региона посетил ряд социально значимых объектов. Медногорск оценил ход строительства домов, которые возводятся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Подробности рабочего визита у Инны Маркеловой. Медногорск, Увандык, Новотроицк. География рабочей поездки губернатора области. Каждый город заслуживает пристального внимания. Один из объектов, который посетил Юрий Берг, поликлиника Медногорска. Она обслуживает 22 тысячи человек. Трехэтажный корпус отстроили в 50-х годах прошлого века. Косметического ремонта не было уже 11 лет. Здесь и проводится совещание. Начинайте переезжать позавчера. Понятно, о чем я говорю? Да. Переезжайте. Мы уже готовы. Переезжайте. Освобождайте здание. Руководству и специалистам предстоит решить три основные задачи. Провести экспертизу на аварийные здания, определиться с объемом работ и разработать проектно-сметную документацию. Как работается? Хорошо. Эти дома строятся для тех, кто пока еще вынужден ютиться в аварийном жилье. Губернатор подчеркнул, эти объекты должны быть сданы точно в срок. Ремонт идет и в школе Медногорска. На ее реконструкцию направлено более 30 миллионов рублей. Сейчас все работы на стадии завершения. Теперь дело за дизайнерами. Раз такие работы провели, вот сейчас дизайнеры должны подойти так, чтобы зашли и к вас радуются. Губернатор посетил и кинотеатр «Урал», где тоже идет ремонт. Юрий Берг оценил эффективность расходования средств в Медногорском киноцентре. Следующая точка маршрута – завод «Уралэлектро». Сейчас проблем с заказами он не испытывает, но в планах войти в областную программу поддержки машиностроения. Юрий Берг берет и этот вопрос на контроль. В Новотроицке губернатор проинспектировал городской парк металлургов и посетил праздник в честь телеваров. Спасибо вам за все, что вы делаете для города Новотроицка, для Республики и для России. Мы гордимся тем, что на территории Республики есть такое предприятие, где самое главное показство – это люди, которые работали, работают и будут работать, и умеют работать. Лучших работников отрасли в день профессионального праздника наградили. Глава региона также побывал на торжественных мероприятиях Бедногорского медно-серного комбината и Гайского горно-обогатительного комбината. Инна Маркелова, Игорь Бероев, Новости дня. И о кадровых перестановках. В Оренбургской области назначен руководитель территориального фонда ОМС. Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Берг. Директором фонда обязательного медицинского страхования назначена Виктория Марковская. Ранее она работала в государственном учреждении в должности исполняющего обязанности директора фонда. Виктория Викторовна имеет ученую степень, кандидат экономических наук, звание доцент. Сегодня заканчивается регистрация документов от самодвиженцев и прием партийных списков кандидатов в депутаты Законодательное собрание области. На данный момент от партии выдвинуто 262 кандидата и 121 одномандатник. Накануне избирательная комиссия приняла партийный список самой большой команды Единой России. В списке кандидатов в депутаты Законодательного собрания от партии Единой России были утверждены на партийные конференции, а затем на заседании регионального полицовета партии. Теперь документы сдают в избирательную комиссию области. Мы считаем, что мы подобрали достаточно профессиональную команду, которая сможет нести ответственность за политику в нашем субъекте федерации. Вместе с правительством сможет в ближайшие пять лет сделать все, чтобы мы жили в хорошем, сильном регионе, процветающем. 23 региональные группы, 76 человек. Все прошли процедуру внутри партийного открытого голосования и были выбраны большинством. В команде партии власти политики, экономисты, промышленники, ученые, медики, представители различных структур, в том числе общественных. Сейчас документы все сдадим, ну и будем ждать следующего приглашения, когда решением областной избирательной комиссии список от партии «Единая Россия» в Ленбургской области будет зарегистрирован. После этого начнется уже практически самая основная работа, и уже все наши коллеги, выдвинутые от партии сегодня на конференции, получат статус кандидатов в законодательное собрание. После приема документов планируется проведение рабочей группы, который рассмотрит представленные документы именно по содержанию и оформлению документов на соответствие их законодательству. Избирательная комиссия рассмотрит документы в течение трех дней. Затем на заседании члены обл. избиркома вынесут решение о заверении списков кандидатов непосредственно от политической партии «Единая Россия». Инна Маркелова, Игорь Бероев, Новости дня. В центре внимания общественности и властных структур остается тема недобросовестных застройщиков, которые затягивают сроки сдачи жилья и далеко не всегда используют деньги по назначению. Эту проблему обсудили в рамках круглого стола, за которым собрались чиновники, представители правоохранительных органов и журналисты. К разговору присоединились и пострадавшие, в их числе семья Цой из Новоорского района, о котором мы уже рассказывали. Как обезопасить себя от недобросовестных застройщиков, ответ на этот вопрос искала Наталья Мороз. Отстаивать свои права семье Цой приходится уже третий год. Именно столько продолжается строительство дома для многодетной семьи. Застройщик компании «Стройкапитал», руководителем которой является Владимир Мирохин, выполнив часть работ, приостановила строительство. Учитывая полную предоплату, а это более двух миллионов рублей, взятая пауза непонятна. Юристы считают, проволочка стала возможной из-за договора между «Стройкапиталом» и Цой, в котором не указана дата окончания работ. Элементарный здравый смысл подсказывает, что когда ты строишься, может быть, надо поэтапно сначала за фундамент заплатить, затем под крышу, затем под черновую, под чистовую и так далее. По словам экспертов, правовая безграмотность населения – основная беда. Сегодня в Оренбурге ведется планомерная работа, направленная на решение проблемы с недобросовестными застройщиками. Мы с этого года, вот с 2016 года, те соглашения, которые заключаем с муниципалитетом, а мы прежде чем отдать им областные и федеральные деньги с каждым муниципалитетом заключаем соглашение, мы прописали обязанность муниципалитетов обеспечивать сопровождение семей в том случае, если семьи обратятся за помощью. Анна Ковалева – тоже многодетная мать. Документы на участок за третьего ребенка на стадии оформления. Но уже сейчас задумалась, как обезопасить себя от нерадивых застройщиков. После дебатов участники круглого стола пришли к единому мнению – к составлению договора нужно подойти с особой ответственностью. В нем должны быть прописаны все нюансы, вплоть до неустоек и штрафных санкций. Если возникнет проблемная ситуация, разобраться в том, кто виноват и что делать, в суде поможет именно этот документ. Наталья Мороз, Роман Боричев, Новости дня. Продолжаем выпуск. Отметили за смелый поступок. За спасение пятилетней девочки сегодня нагородили двоих жителей города Ясный. Героям вручили благодарственные письма главного полицейского области и ценные подарки. Как мы уже рассказывали ранее, Рашид Мухамедьянов и Валентин Жданов, 4 июля оказались в нужном месте в нужное время. Когда пятилетняя девочка повисла с окна пятого этажа, они растянули матрас, на который и упала малышка. В результате девочка не получила никаких травм. Свою благодарность спасителям выразила и мама ребенка. Спасибо вам большое. Благодаря вам, я за эту девочку до сих пор со мной. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим знакомить вас с новостями дня. Оренбуржья отметила областной день рыбака. Центральные мероприятия прошли в Неженке, где на берегу Урала состоялись соревнования по любительской рыбной ловле и выступления творческих коллективов. Всех желающих рыбаки угощали ухой. Среди тех, кто ее попробовал, была и наша съемочная группа. Открывал праздник повелитель Марии Нептуна. Он провел церемонию посвящения рыбаков и потребовал отчет, как обстоят дела с рыбообством в Оренбуржье. В нашей степной зоне Оренбуржской области, где у нас, к сожалению, небольшое количество леса, но есть водоемы, и мы их бережем, идет рыборазведение. В этом году министерство Виктора Петровича будет говорить, занималось рыборазведение и на Димитровском водохранилище, и на Сорочинском, и на Рекле. Эта работа будет продолжаться. Царь морской делами с земными остался доволен. Особенно Нептун порадовался тому, что в Урале началось возрождение стерляди – рыбы, которой всегда славилась губерния. Эта работа ведется с прошлого года совместно с Саратовским институтом рыбоводства. Прижился, приживается он очень хорошо, дал достаточно серьезный рост. Вот эта стерлядь, и я скажу, даже рыбаки, которые вылавливают эту стерлядь, порядочные рыбаки, отпускают его вновь с надеждой, что он когда-то будет нереститься. Пока же рыбаки, участники соревнований, довольствовались мелкой рыбешкой. Но здесь главное не улов, а сам процесс. На праздник приходили целыми семьями, собралось более 70 участников. У каждого свой секрет хорошего клева, основанный на опыте. Ильгиз Мухаянов, к примеру, не расстается с удочкой более 50 лет. От снасти зависит. Здесь, в основном, любители, конечно, на спортивной рыбалке. Там спортивная снасть, там отточено у них все, тренируются, постоянно хорошие снасти. А здесь немножко вот некоторые плохо лодят из-за того, что грубые снасти. Толстая леска, вот видите, 0,18 по международному. Это крючочек тоненький, поводочек тоненький, все аккуратненько. Зачет соревнований проходил как в личном, так и командном первенстве. А пока рыбаки не спускали глаз поплавков, зрители и болельщики дегустировали уху, приготовленную исключительно из оренбургской рыбы. Александр Звежков, Георгий Бурлутский, Новости дня. Национальная кухня, выступление лучших коллективов и ярмарка народного творчества. В Кувандыкском районе прошел праздник башкирской культуры, который собрал гостей со всей области из соседнего Башкортостана. Делегации из Переволодска, Новосергиевки, Тюльганов и Истерли-Тамака представили на празднике выступления лучших коллективов. Сегодня в Оренбурге проживают более 100 тысяч башкир, которые вносят вклад в экономическое и культурное развитие региона. Самое главное, чем мы все дорожим оренбургцам, тем, что мы живем в мире, в согласии и в уважении к каждому народу, традициям каждого народа, к обычаям каждого народа. Если говорить о башкирах, то можно и нужно в первую очередь сказать, что это добрый, трудолюбивый, гостеприимный, радушный, прекрасный народ. Праздничную поляну украсили юрты, где гостям предлагали блюда башкирской кухни, а для цельнителей фольклорного искусства – выставки народных ремесел. Гости праздника участвовали и в спортивных состязаниях, борьбе куреш и перетягивании каната. Победители наградили ценными призами. Здоровый образ жизни против преступности. В Оренбурге стартовала летняя лига по стрипболу. Скажем, преступности нет. Проект направлен на сокращение риска и вовлечение детей и подростков в совершении преступлений, а также укрепление здоровья подрастающего поколения. Диля Рабусева продолжит. В областном центре стартовала пятая по счету летняя лига по стрипболу, где собрались более 40 команд из Оренбурга, Новотроицка, Орска и городов Казахстана. Основная задача, безусловно, управления качественной и своевременной раскрытием преступлений. Но вот сегодняшняя игра профилактическая составляющая комплекса мер по борьбе с преступностью. Это не единственная программа, которая направлена на профилактику как раз подростковой преступности. И вот это классический пример, когда ребята проводят время непонятно где, занимаются спортом, общаются. Ежегодно инициатором лиги выступает Следственный комитет и администрация Оренбурга. Принять в ней участие может любой желающий. Главное собрать три человека и вперед на корт. Так поступила команда из Казахстана. Ребята занимаются стритболом в 8 лет. Очень много молодых ребят, которые младше 15, а именно, мне кажется, с детского возраста начинаются вот эти преступности. Они видят то, что взрослые люди, мы и организаторы стремятся к спорту, стремятся к миру, к дружбе. И они это все видят и поглощают себя. И я также думаю, будет передавать своим друзьям, своим одноклассникам. Стритбол динамичнее классического баскетбола. Число участников значительно меньше. И площадка тоже. Каждый точно знает, что делает. С каждым годом любителей этого вида спорта становится больше. Соответственно, и участников в лиге «Скажи, преступности нет». На протяжении трех туров команды будут накапливать баллы в общий зачет, чтобы смело выйти в суперфинал и стать чемпионами города. Для Рабусева, Семен Воробьев. Новости дня. На этом наш выпуск завершен. Но не переключайтесь. Впереди вас ждет полезная коммерческая информация. Хорошего вечера. Символ отечественного автопрома и производитель самых народных автомобилей. Предприятие «АвтоВАЗ» отмечает полувековой юбилей. Ровно 50 лет назад было принято решение о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. С тех пор с его конвейера сошли миллионы машин. Нивы, Жигули, Лады. Продукция завода популярна и в наши дни. Детища «АвтоВАЗа» по-прежнему пользуется успехом у соотечественников. Это идеальное сочетание цены и качества. Это моя первая машина. Я купил ее в 18 лет. Самый идеальный автомобиль в сочетании цены и качества. Самый надежный механизм – это простой механизм. Проще нет машины. В честь юбилея в Оренбурге прошел массовый автопробег. В колонии собралось два с половиной десятка автомобилей «АвтоВАЗа». От самых первых копеек до современных «Лада Веста» и «Лада Икс Рей». А за рулем – преданные поклонники отечественной марки. Первая машина была. Я учился на ней ездить. Как права получил. В 18 лет первый раз сел за руль. Это машина для души. Не знаю, есть что-то в нем такое, что нет в иномарках. Она сохранилась в таком виде, в первоначальном виде, в котором выпускали «АвтоВАЗ». Кожаное сидение, панель, руль – все, ничего не поменялось. Ностальгия, да. Я патриот своей страны, я люблю свою страну, и поэтому с уважением отношусь ко всему, что произведено у нас. Колонна проделала путь через весь город, финишировав в парке имени 50-летия СССР. Здесь участников и гостей праздника ожидала большая концертная программа, которую «Аренбург-Сервис», «Жигули-Аренбург» и «Лада-Сервис» подарили горожанам. Еще месяц назад эти ребята неуверенно строили предложения на английском языке. Сегодня им по силам даже литературный текст. Они подводят итоги двухнедельного пребывания в лингвистическом лагере «Версаль». Мы выучили 500 новых английских слов, мы натренировали 30 речевых моделей, но самое главное, мы две недели разговаривали на английском языке, мы также учились общаться между собой, дружить, избавляться от языкового барьера, ведь надо научиться разговаривать даже на русском. В лингвистическом лагере дети изучают английский язык в игровой форме, учат стихи, песни, общаются с гостями только на английском. Ежегодный летний отдых ребят имеет свою тему. В этом году – карибские каникулы, где занятия детей связаны с сокровищами и пиратами. Такой подход позволяет детям быстро преодолеть базовый уровень английского языка, уверяют родители. Среди многих лагерей здесь очень высокие организаторские способности, занимаются с детьми целый день насыщенно, очень понравился лагерь. После двухнедельного увлекательного обучения и отдыха каждый воспитанник получает диплом. Впереди еще два потока работы лингвистического лагеря «Версаль», где оренбуржские дети смогут провести время с пользой. Для Рабусева Виктор Яковлев, Новости дня.